Всем привет! Это результаты шестого дня на чемпионате мира по хоккею. Кто из топовых команд потерял очки? Ёлки-палки! Сегодня случилось знаковое событие. Италия набрала первое очко, хоть и проиграла Франции в овертайме 1-2. Четыре недели назад опеннинцы победили в товарищеской игре 1-0. Итальянец Фриго забросил в меньшинстве. Трей за две минуты до конца основного времени сравнял, а Галли на второй минуте овертайма принёс победу французам. Сборная Италии проиграла четвёртый тур подряд. Норвегия обыграла Австрию 5-3. Победители встречи реализовали 19% своих бросков. В этом матче была шайба в меньшинстве. Её автор – Росселли Ольсен, оформивший дубль. Австрийцы же все свои шайбы отпраздновали в большинстве. Австрия в прошлом туре нанесла поражение Чехии, однако имеет 7 поражений за 8 последних матчей. Швейцария одолела Словакию с таким же счётом 5-3. Последний раз команды пересекались в 2021 году, причём трижды. Выделю игру на прошлом чемпионате мира, когда швейцарцы выиграли с результатом 8-1. Видим третье результативное меньшинство за день. Мальгин отличился в четвёртом туре подряд. У Швейцарии выиграно все четыре тура из четырёх, а Словакия проиграла три игры. В следующей игре состоялся матч лидеров группы Б. Финляндия по булитам уступила Швеции 2-3. Это третья очная игра только за этот месяц. Шведы дважды победили на Евро-хоккей-туре, а в феврале на Олимпиаде победили в группе Финны 4-3. Мико Лехтанин из СКА заработал 2 очка по системе гол плюс пас. С четырьмя передачами он лучший ассистент своей сборной. У Швеции 6 побед к ряду. Кто сыграет завтра? Германия, Дания, Великобритания, США, Канада, Казахстан, Чехия, Латвия. Смотрим лучших бомбардиров и ассистентов. К Дюбоа из Канады и Аспунду из Швеции присоединился Мальгин из Швейцарии. У всех по 4 заброшенные шайбы. Червенко из Чехии отдал 6 передач. Мальгин вышел на первое место по системе гол плюс пас. 8 очков. Червенко набрал 7. Таблица группы А. Швейцария выиграла все 4 тура и вышла на первое место. 12 очков. Разница шайб плюс 12. У Канады 3 победы, 9 очков. Дания и Германия делят третье место по 6 очков. Вне зоны плей-офф расположились Франция. 5 очков. Словакия 3. Италия 1. Казахстан 0. Итальянцы пропустили больше всех шайб 15. Каждая сборная должна провести по 7 матчей. Таблица группы Б. Швеция имеет 11 очков. Разница шайб плюс 11. Таким образом, лидер опережает пятую команду уже на 7 баллов. Финляндия, потерпевшая первое поражение на турнире, имеет 10 очков. В зоне плей-офф США и Норвегия, у которых по 5 очков. Но европейская команда провела на одну игру больше. С 5 по 8 место расположились Чехия. 4 очка. Латвия. Австрия по 3. И Великобритания 1. Ставьте лайки, если информация была полезной. Благодарю всех, у кого есть возможность нас поддерживать. Призываю, смотрите нас на Дзене и других площадках. Услышимся завтра.